50 метров любым стилем. Только один зареченский старшеклассник не сдал нормативы ГТО по плаванию на золотой значок. Остальные ребята с дистанцией справились успешно. Юноши должны были проплыть полтинник не больше, чем за 41 секунду, девушке за 1 минуту 5 секунд. Чтобы так плыть, нужно поддерживать форму постоянно. Не обязательно заниматься плаванием, вполне подойдут ежедневные пробежки, прогулки на лыжах и любая другая физическая активность. ГТО включает в себя достаточно много испытаний по основным физическим качествам, выносливая скорость, сила и ряд других физических качеств. У всех старшеклассников, участников тестирования ГТО разная физическая подготовка. Некоторым 50 метров в бассейне дались легко, а кто-то буквально выбился из сил, чтобы на финише показать заданное время. Ты вообще доволен результатом? Да. Ты же оплаванием занимаешься вообще впервые в бассейне? Не впервые, но так вообще не занималась. Под конец очень сложно было, многие уже устали. Вложился, да, конечно, я пловец, занимаюсь плаванием. То есть тебе было не сложно 50 метров пробовать? Вообще без труда. Помимо плавания в рамках тестирования ГТО, старшеклассникам предстоит еще сдать нормативы по бегу, подтягиванию, прыжкам в длину, метании мяча и другим дисциплинам. Наталья Елистратова, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...